Музей Музей Здесь мы выбираем свобода В этом доме Вы пришли на Санкт-Петербургского Отсюда два кода идут На третий этаж Все сидим в такой палочке Это в полной лестнице Потому что крыло В этом доме Там уже есть Почему? Замогу это подпущить? В этом доме В этом доме В этом доме На императорском Подпорном заболевании Музький называется Умерщенный ананас С этой почты Хорошо Вот отсюда Сюда На промежуточе Нижняя часть Оформлена в виде пичевого гнезда Которая Шишками Мы дальше будем Обратите внимание Дальше мы будем видеть Похожие гнистры Но они несколько видоизменены То есть она не была уникальной Вот такая вот люстра Здесь одна При Александре II Такие люстры выпускали И он удалил их по многим дворцам Своим родственникам В частности вот эта люстра Попала сюда из заседника Братвини Карлови Который находится через фонтан У нынешней библиотеки Маяковского Ну и потом уже При национализации дворцов Была такая перетурвация Это методом художественных сокровищ Эта люстра оказалась здесь Ну а если мы посмотрим выше на потолок Он совершенно отчетливо Уже относит нас к 30-м годам 20-го столетия Это советское время Когда вот атрибуты Понятные людям Того поколения Это и аэроплан Книга Дорога Круна Колосья Шестеренки То что вот характерно Для социалистического Коммунизма Да Решил расположить Загородную усадьбу Загородная Центр города Первый был Переки Фонтанка Да Вот И здесь Гернос Фонтанка То есть это уже была окраина Петербурга Начинает строительство Проект архитектора Зимцова Который вскоре скончался И не смог завершить свой труд Другие архитекторы Подключились Их было много Поэтому назвать Того-либо точно Уже довольно сложно Через 10 лет Только был выстроен Этот дворец В 1751 году Еще проходит некоторое время Совсем небольшое И Елизавета Петровна Дарит этот дворец Своему фавориту Алексею Азуновскому Букетов Которые закранили Со старого времени Пианичные маски Чудеские тоже Ну и все-таки Вот эти монограммы Вот в углах ЛТП Они Отсылают нас Советскому времени Потому что Тогда-то Вот здесь вот На этом платформе Была роспись на пианерскую тему Но она была Не очень хорошего Качества И ее, к сожалению, не закрасили Фотографии После военного Древних Показывают Дети Сидящие Здесь В каких-то Откресках Которые Выполнены Под маленькими Пальмами Пальмами Естественно Здесь Еще и Доры Присутствовали Когда Данные Пальмами Приносили Сюда Новые Розы Сейчас У нас Местовский Роз Название Эти Светильники Ташер Которые В комплекте Замечательные Дюсты Стекло С использованием Золотой Рубин По специальному Рецепту Обладает Большой Художественной Ценностью Вот Несколько Есть версий Происхождения Этих Освятительных Прибор По одной Из них Считается Выполнены На Императорском Постепольном Заводе По рецепту Михаила Васильевича Ломановского Секрет Которого Впоследствии был утрачен В обороне Георгий Расскому Которому Император Николай Первый Послал Для лечения За границу Свою Супругу Александру Федоровну И После Его Возвращения В знак Благодарности Отправил С неба Флотовских Коней Как ответный жест Правительство Италии Присывает Вот эти Замечательные Светильники Ну Вот Светильники Украшают Итог Ваши Здесь Сохранились Угловые камни Сохранились Их Убратство Прежнее Как в античном Стиле Маски Античной Длиной Порталами Дверей После этого Доцелает Нас еще В начале 18-го столетия Здесь Проходили Иногда Какие-то официальные встречи А может быть Представительские встречи Но не всегда В очень официальном Речи Выдавали Здесь Проходили Вот эти Беседки Хранившие Все Своё Убранство И Тем особо Ценные В 1866 году Когда Сюда Приезжает Семья Александра Третьего Тогда Совсем Малая Семья Женился Он Привозит Сюда Свою Библиотеку И Специально Для Возмещения Было Устроено Это Помещение По Проекту Того же И Планета Миней На месте Музыкального Слова Архитектор Создает Четырехугольное Планет Помещение Со Срезанными Улыбами С этой Стороны Украшена Вот Такими Резанными Каминами Следующее Это Камин 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 Дальше Этот Угол Занимает Резной Камин 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 Мы На фотографиях Кирюста Видим Еще 2 лет Вот так Она На своем историческом месте И осталась Видимо Войны играли Затем Снова Вернули Когда-то В каждом из этих Залов Занимался Свой коллектив Вот Здесь Пол Литературный Крунтерзам Многие Ходили сюда Судили За этим столом Надо сказать Столок Хотя Играет Будет Вот Такое Отпечатление Он Создан Специально Для Борца Пионеров Но Можно предположить Старыми Мастерами Еще Старые Шкоды Которые Умели Как Инкрустировать Прекрасно А В центре Звезда И Она От нее Батареал Расходится Известно Известно Где находятся Минутные Произведения Которые Ушли Из Детьми Здесь Она Бывала В комнате Которые Все Довольно Обставлены Минутные И во всех Залах Кроме Танцевального И столовой Лежали Последняя Вон Это И Здесь Заметьте Как Изменился Вкус Первой Отделкой Этого Вещения Уже Ни Теремки Модерна Никакой Позаводки Никаких Излишних Украшений Изысканных Взор Цветочный Из Розового И зеленого Сочетания Цветов Спускается Гирляндами На поверхность Зеркала Направляя Шторы И создает Красивое Впечатление Хотя Первое Кажется По сравнению Красного Кабинета Он такой Незрачный А потом Назначение Эти комнаты Самое Непонятное Это Была По Описанию Уборная Мария Федоровна И Некоторые Источники Говорят Что Здесь Была Мраморная Ванна Тем более За стеной Была Подъемная Машина Которую Демонтировали В этой нише Где мы стояли У портретов Как Сочетать Ванную Подъемную Машину Рядом Мне кажется Тут Что-то Какое-то Несогласование Наверное Это все-таки Было Разнесено Во времени И Потом Значение Эти комнаты Изменилось В Мари Федоровна Мари Мари Педо Мари Маля Федоровна от века подальше уезжает на Украину, там ее и застало известие о Тебранской революции. Последний раз она видится со своим сыном, отрёпшимся тогда уже от престола, старшим. И в Петроград она не попрощается, она уезжает на Украину, там до 19-го года проживает. Старались сделать советский сюжет, поэтому здесь такая стартовая сюжетная, кончанка с красной математикой. А здесь даже попытка изобразить социалистический город, там слева дну, там гидроэлектростанция, там 2000 деревья, там счастливая жизнь. Ну а здесь вот этот сюжет Данка, который развитил свою горячую любовь к людям сердцем. Сердцем в дорогу, истинный лесок, и не нормалов, и не умерли к свободе и к счастью. Вот эта трактовка, что вот здесь вот эта хорошая жизнь, это мне был сказал один маленький ребенок, который был. Вот это дошколяку были, а вот здесь у нас вот из одного из творческих коллективов. И девочка вот так вот все у меня рассказала, и сказала, что вот так вот хорошо стало им жить. Когда же мы с нейропали как-то сделали все. И эту мебель, которой мы сейчас пользуемся, и эти бордюры, и списание потолков, и уже декоративных, но на нем я, в этой лапе, в этой лапе, в этой лапе была судьи Эда Людска, вот нам так представлялось, потому что она, вероятно, создала цветовую лампу. Очень всегда приятно, когда маленькие дети приходят сюда, и вот эта стена, это у Букаворья, ну, зеленый и так далее, по тексту. И когда они это все вслух произносят, вот однажды я такую фразу сказала, что каждая строчка этого вслухления Руслана Кирюмия здесь проиллюстрирована. Вниматель возразил, не каждая, ну, как это не каждая, а все в любви, золотая цель над дубе том, и днем и ночью под ученой, ну, и так далее, по тексту он говорит. А на неведомых дорожках следы неведомых зверей, а здесь их нет. Вот, оказывается, и в самом деле. Хотя все остальные персонажи здесь присутствуют. Ну, а вот дальше три стены, их занимает сказка о животе и рыбке. Вот начинается с этого простенка, когда закинул их в море, да, и приоркнул их в лапнице, и так далее, и так далее. И вот дальше разворачивается этот сюжет. И племинация – это сцена царского пира. Посмотрите, для чего она хороша. Она декоративная, она красивая. И еще хочется обратить внимание на все эти. На две горы, как они это пишут. Посмотрите, старые, красивые все. Вот то, что привыкли писать святых, вот это и сказано. И смотри даже на такой отрицательный персонаж, каким тут являющийся старуха, что все, что с ней не происходит, не меняет ее изнутри к лучшему, а только вот внешние обстоятельства меняются, а она с ней все равно не справляется, с его внутренней неукоплитворенности. Вот она и оказывается опять с тем, чем она начала.